О правилах поведения на льду рассказали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам нижегородским школьникам. Им прочитали лекцию и научили правильно вязать узлы, чтобы правильно спасти утопающего. Веревка складывается просто пополам в этом месте, вот таким вот образом. Делается элементарное круговое движение. И вот он, узел-проводник, накинул руку, ухватился за узел, он уже не развяжется. Освоив теорию, ребята закрепили ее на практике. Они отправились спасать провалившегося под лед человека вместо спасателей. Рита в первый раз в жизни вытаскивала из проруби взрослого мужчину. Было немного прикольно, как говорится, и немного больно было руку. Почему? Я ее случайно обвернула веревкой белой. В следующий раз не будешь так делать? Конечно же нет. На берегу за девочку переживали одноклассники. Они опасались за ее здоровье. Она не утонет. Она же на льду стоит. Мы же на ней не плывем. А вдруг она провалит? А вот чтобы не провалит, она использует опорку широкую. Виктор тоже побывал в роли спасателя. Особенно ему понравился костюм. В таком наряде хоть куда. Этот костюм не стесняет движения, но он стильный и не промокнешь в нем. Глядя на веселых школьников, можно было подумать, что сегодня их освободили от уроков. Однако это не так. Они не расстроились, что после школы пошли не домой, а на речку. Недовольных не было. Они знали, что они поедут сюда 10 марта. Поэтому по их лицам можно сказать, что они радостные, довольные. И самое главное, полезную информацию получили. А научились они действительно многому. Ради спасения человека из воды они теперь даже раздеться готовы. Если произошел такой случай, то тот же самый шарф снимаешь, один конец кидаешь утопающему, другой себе потихоньку отходишь назад и вытаскиваешь тем самым утопающего. А вы каким способом будете спасать? Я шарф. Одежду еще. Могу еще одежду. Шарф. Кортку там. Шарф. Да, и то же самое. Полученные знания особенно актуальны. Ведь в Нижний Новгород пришла долгожданная весна. Если плюсовая погода вот так, плюс 6 будет держаться, то лед съедает на четверти. То есть было 30 сантиметров. Он уже будет уже 15 за день. Если еще постоит на неделю, то лед уже будет вообще тонкий и опасный. Сотрудники ГИМС проводят открытые уроки для школьников каждую неделю. И это дает свои плоды. С оторвавшихся льдин в этом году снимали только рыбаков.